а она уже идет светлась она как перископ идет как приложение к твиттеру я понимаю это уже потом дальше система сама раскидывает по фейсбуку да то есть это сейчас будем смотреть друзья приветствую это начинается прямая трансляция из минска вот мы сейчас анатолий дурач юницкий будет делать такую обзорную экскурсию по офису для журнала вот популярная механика могу вас поприветствовать это здравствуйте да руслан арт-директор журнала популярная механика вот сейчас для них как раз это вот они приехали из москвы в гости для того чтобы посмотреть существование именно технологии офисов только что анатолий дурач сделал такую именно презентацию с точки зрения так как делал жирец с алжирцем уже друзья произойдет прошли переговоры это все-таки бизнес тема такая и и мы не показываем потому что это друзья бизнес есть бизнес и партнеров по бизнесу мы пока показывать не могу популярную механику мы с удовольствием покажем и сейчас друзья как раз можете кого хотите оповести сделайте сейчас будет очень редкий такой случай мы сейчас делаем экскурсию по офису в минске skyway очень многие не видели там и задают вопрос а если вообще офис вот сейчас вы увидите серьезно то есть мы возьмем интервью сейчас у анатолий дурачи виницкого и что еще замечательный сегодня день мы после этого еще едем марьяну горку поэтому вы еще в эфире можете сегодня увидеть и строительство марьяну горку полигон так сказать вот вот сейчас это пока еще не интервью а просто вот я вам покажу антоли дурача который сейчас ну пока 30 человек то те кто входят антолиа швейте мы так сказать когда это просто мы показываем уже как бы так реальность того что происходит реальность того что есть поэтому друзья мы открыты видите сейчас даже такого рода у нас теперь репортажи будут регулярно вот так что я все приучаю туда же к тому что хотите быть в новостях пометить если хотите быть в центре новостей подписываетесь на нас в перископе вот и позиция камера с той стороны нет вот сейчас с этой стороны она может переключаться туда и сюда видите так что вы видите там приветствую пишут чат вот 33 но это раскрутка где-то начинает резкий приток потому что идет рассылка чтобы пошел репортаж и где-то через 10 минут начинается резкий рост а через но не слава да да она начинает работать робот рассылает поэтому ну пока вчера 1900 человек в прямом эфире вчера когда кирилла показывали трансляцию так друзья я останавливать не буду мы сейчас может как на какое-то время в лифте чуть связь проходит а лифта тогда непредсказуемый так что поэтому друзья еще будет это как и анонс того что будет поездка в марину горку я сегодня вчера мне на то лучше сказал что он с моей яблони съел три яблока вот поэтому мы сегодня потому что пошли очень вкусно да вот он говорит очень вкусно вот поэтому я последний раз когда там был там было девять за визит так сказать сейчас посчитаем но он тоже сказал что яблоки были очень тяжелая яблони еще маленькой поэтому и у нас у сброса она сбрасывала уже яблоки поэтому ведь это самое седьмой выходим ну вот вот мы входим в офис да то есть видите skyway седьмой этаж skyway за у струнной технологии электронная система через отпечаток пальцев ведь она трудно же показывает отпечатком пальцев ну что друзья заходим в офис это у нас технический директор по машине у нас перископе прямая трансляция идет да это так ну вот друзья начиная экскурсию по офису те кто ни разу не видел вот смотрите это вот мы это приемная вот только не слушайте своим этажом хорошо хорошо виктор хорошо я буду очень тихо и аккуратно это секретарь лена лена прямом эфире да вот то есть видите у нас сегодня в репортаж прям работы генерального директора на ходу анатолий дворович подписывает документы эти идет работа как руководителя группы по компании тогда эти все на ходу вот бабурин ходит это стол смотрите стоит кто был на нулевой километр цена на участке у нас был скажем мероприятия для инвесторов да это это на удачу да это орден рыцаря науки анатолий дворович и да это золотая колесница инвестор транспорта идет но самая главная я не вижу окна школьник у меня получил затесывающий космотрон мышки на парашюте живые остались диплом на качестве за нашу продукцию это я получил награду как день директор компании который получил три знака так это вот образцы у нас стоят еще модели юнибусов так что сегодня друзья мы увидим много что интересного я думаю что такого репортажа в прямом эфире так я сейчас вам покажу еще одну интересную вещь это как за кулисами будем то есть вот сидит персонал вот интересный интересный портрет все друзья пошли не будем отставать от нашей экскурсии куда так вот идет это сюда мы зайдем здесь сидит у нас юридический отдел все помашите всем рукой мы в прямом эфире перископе так что до чего дошли технологии так что в нас смотрят уже сто инвесторов вот так друзья вы находитесь святая святых в офисе подректирую сведения сидят люди работают рабочий процесс женя пожалуйста это нет в прямом эфире поэтому прошу улыбаться добрый день технологии я думаю что вы все видите всех знакомых людей потому что все репортажи вот михаил кириченко строй skyway вот вот его рабочее место то есть все можете так экрана мы не показываем это запрещено так что друзья вот действующая модель смотрите которая стоит в офисе вот она вот стоят ролапы вот сидит айти отдел самый страшный всем привет в прямом эфире мы очень рады вас видеть друзья да это тоже наше сотрудничество все-все аннатолий я все показываю все экраны к экранам не подхожу это запрещено да аннатолий экраны не показываем смотрю создают ну вот друзья рабочий процесс нет идет экскурсия не отвлекаясь от работы вот еще раз действующая модель подвесного и навесного и идем к следующему к бы занимает три этажа в здании комплексом это был седьмой этаж покой там сейчас пойдемте давайте давайте с вами в лифте десятое около 180 человек работает площади 2500 метров офис 2500 метров ну вот друзья то есть первый хуст десятый выходим да девятый девятый не доехали да это Денис Анатольевич с боевым с боевым аппаратом с боевым фотоаппаратом уже следующей модели да которая которая в суде еще не была так десятый этаж да друзья вот десятый этаж skyway струнные технологии да опять новые технологии антруда отпечаток пальца только пускают по отпечатку да ну приехали Никторг на те не просто он материал получает от дизайнеров поэтому он на попź можно присоединиться так он лент присоединиться его Евгений Петров приведет Антольевич нормально да Добрый день Добрый день У нас экскурсия улыбайтесь вы в прямом эфире Да, вас снимают. Да, у нас новая техника, все в перископе. Так, тут проектировщики находятся. У нас пришли коллеги, посмотрите. Давайте мы им посмотрим. То, что касается строительной части. То есть опора. Здорово, путевая структура, но опять же не все только части. Часть, потому что у нас достаточно много как бы узлов элементов. Причем достаточно сложных, поэтому на каждую группу элементов я не заказываю. И расчетчики, да, по-моему, что-то можно показать, что это делать. Вещи, которые являются определенными, как. Мы даже вот, потому что пришлось участвовать, что-то после службы. Значит, после чего мы выбрали, что мы не востали на движение. Да. 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 Нет. Почему нет? А за что? Да. Ну, он со мной не встречался, только мы, наверное, нет. Пока нет. Да. Да. Так вот, мы даже определяем концентратор на движение, потому что самое слабое место, основная конструкция, это сварка. Да. Там у нас сварка, да, много сварок дошло. И там, в сварке, может быть концентратор на движение. Мы должны их выявить, сделать так, чтобы напряжение, в результате напряжения, не было выше допустимых. А эти напряжения допустимые, на самом деле, на самом деле, в сварке, 370 грамм около 20 метров, хотя сварка держит движущий подключающий. Но, для немногоциклового напряжения, это воздействие, не могут присылать напряжение, иначе сломается. Кстати, Боинг, вот некоторая серия Боинга, разворилась в воздухе, и тогда вот начали понимать, что должны быть закругления. Они, гоминаторы, выпиливали алюминием, и вот в углах стали появляться трещины. Это не Боинг, это The Heaven and Comet. Боинг, Боинг. Не-не, это английский первый самолет. Нет, именно Боинг, и они, самолет один развалился. И они остановили полет, и обнаружили, чтобы сезда Боингом тоже. Может быть, и Боинг это было, и про Боинг это точно. И вот тогда, собственно, начали понимать, что консультата на кризисе, и это очень серьезная вещь, да? А к чему? Что даже нам иногда говорят, что вы не умеете там считать консультата на кризисе. Мы знаем, как, чтобы выдерживать инструкцию, что нужно в цикле на кризисе. Мы знаем динамику, можем подвергнуть динамику конструкции. Очень сложно. Как она сгибается, как она деформируется, вибрирует, как опоры себя ведут, как колесо себя ведет, как юнибус сочинен не едет. Могу показать все это. Да, это мы в прямом эфире показывать не будем. Нет, это как раз, подойдите, что-то можно показать. Вы дирижируете, Анатолий Дович, да? Угу. Вот, друзья, идет контракт из офиса. Как вы видите, это прямая работа. Анатолий Дович проводит... Почему такую подробную именно вещь? Это связанная с журналом «Открытый механик». Это идет запись. Интересно. Вот поэтому я думаю, что сегодня интересная вещь. Сейчас Анатолий Дович что-то разрешит показывать. Прямо покажем, как работают компьютерные программы. Это все согласовано. Потому что очень многие вещи, как вы понимаете, показывать нельзя. Это, друзья, очень закрытая информация. За этим очень строго следит Виктор Бабурин. Шаг влево, шаг вправо. Как вы понимаете, все мы под очень зорким прицелом. Ага. Да, Анатолий Дович? Вот он. Вот, Анатолий Дович показывает. Смотрите, вот работает. Динамика движения по два в одном, когда навесной-подвесной, по пролету 50 метров, это то, что мы строим в Экотехнопарке. Вот цифры мелькают. То есть вот расчетные программы, да. То есть видите, расчетные программы. Это напряжение, да. То есть вот как идет моделирование, расчет именно конструкций, которые сегодня строятся. Это рабочая программа. Вот как надо деформировать, какие напряжения, усилия в элементах, в поясах, в раскосах. Более детально не надо показывать. Это можно, более детально. Все, Анатолий Дович, как? Ну, концентратор-то не обязательно, не надо показывать. Да, да. Все, друзья, вот вы сейчас увидели часть элемента работы конструктора, который производит расчеты, и Анатолий Дович, как генеральный конструктор, как раз что-то показал снимать разрешение, а что-то нет. Это тоже, друзья, очень важно, потому что все конструкторское бюро работает на ноу-хау, оно создается. Вот, поэтому то, что мы сейчас с вами делаем, это, друзья, в общем-то, уникальная вещь. Только с разрешения Анатолия Довича, потому что в офисе интернета нет вообще в принципе. И то, что мы с вами сегодня транслируем, это, в общем-то… Здравствуйте. 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 Да, видите, везде находятся у всех сотрудников обязательно плакаты. Это наши инвесторы, улыбайтесь, пожалуйста. Это всеочаровательные сотрудницы SkyWay. Это тоже часть подразделения, экономисты, какие-то занимаются сертификацией. Ну как, впечатления? То есть не скажешь уже, что это просто для отвода глаз, что это сделано для того, чтобы изобразить, что есть конструкторское бюро на самом деле, то есть понимаете, это работающий коллектив. То есть понимаете, да, сейчас уже пошли обвинения, что мы чуть ли не фотографии на МКАДе делаем, когда строят кольцевую дорогу и выдаем это за свои решения, то есть чудиков знаете сколько? Так, вот еще одно. Здравствуйте. Добрый день. Проектируется оборудование, сейчас у нас много технологическое оборудование, потому что даже струны не тянут возложители, заполнены там бетоном. Так, сейчас я объясню еще по какому. В КБ уже сейчас 180 человек. Друзья, я сейчас прокомментирую. Анатолий Довальевич перестанет говорить, я еще прокомментирую. Анатолий Довальевич перестанет еще шумопогащение, но сталь шумит. Сталь же из бетона, не шумит. Но должен быть определенный состав бетона. При этом бетон включается в оборудование еще. Поэтому он должен быть иметь прочность, жесткость. И поэтому мы свои составы, даже не в бетонах, не вбираем. Тоже уникальное. То есть, представьте, бетон как вода. Вот на стол вылишь, он растечется, будет удобно. А когда он схватится, то прочность 500 кг 20 кг. В марте бессонт. А сейчас он по виду вода. Это тоже наш материал. Анатолий Довальевич перестанет. Не, ну резь-то я показываю. На столе бета струна. Есть механическое крепление, а здесь еще бетон есть. То есть, струна это вот эта? Вот эта, да. Она стоит не на столе, а после материала. Я видел, догадал. Да, да. Это струнный элемент на данный сусокоперечный проволок. В данном случае мы используем канаты, арматурные канаты. Это более эффективно, чем проволоки. Дешевле получается, да? Но, если мы хотим более плотно упаковать, то он еще проволок. Но этот финанский сложнее, потому что надо каждую проволоку по единности. На канат, там, 7 проволок, это проще монтировать. Вам такой буклетик зайдите? Да, конечно. Это, это старый. Нет, так я... Нет, так мы готовили для меня министерство транспорта. Ну, или что-то, что-то аналогичное, скажем. Нет, это старый. Дадим, конечно. У тебя в электронном виде? Нет. А, можно? Бумажным дадим, а то все, что нужно будет для журнала, мы дадим. Я думаю, можно все взять. Электронную бумагу. Денис, у меня новая работа. Стример? Стример, да. Может быть, нам по лестнице подняться? Вот один этаж. Ну, все равно, да. Мы решили по лестнице. Еще один этаж, друзья. Офис. Поэтому, если кто только включился, значит, мы ведем репортаж из офиса Белоруссии Skyway, который проводит генеральный директор, генеральный конструктор Антур Дарыч для делегации из очень уважаемого нами издания открытая механика. Популярная механика. То есть, популярная механика. Поэтому сейчас мы с ними... Я бы сказал, из двух изданий Сергея Анатольевич поправляю вас. Из двух изданий? Да. А второе какое издание? Онлайнер.бай, да? Онлайнер.бай, да? Это вы? А вы специализируетесь на именно... Ну, сразу два технологии. Так, ну тогда сейчас отдельно спросим. Вот, друзья, это как раз уникально. Это тот стул, на котором ездил Ротхук. Это вот прототип, друзья, нашего... Это офисный стул, который можно... Антур Дарыч, это мы с вами знаем, что это такое. Смотрите, друзья. Вот это, конечно, очень интересное. На аккумуляторе подсели. Сейчас. Не только ворочек. Вот. Ха-ха. Ну, я думаю, что это этих... Это, кстати, можно в аэропортах использовать в цехах. Вольственное помещение. Это фактически двасклованные колеса. Мы здесь потом термотологическую систему управления. На них будем отрабатывать. Где стоят наши мотор-полюсы? Да. Не наша, а система управления. Мы пока ручная, а потом сделаем ее автоматически. Да. Очень интересно. У нас есть возможность зарослищить. Да. То есть, это как раз помещение, которое еще подразумевает, что здесь будет не только испытательная площадка, но и здесь место для расширения персонала еще, как вы понимаете, есть. Так что еще расти и расти. Эй, в экран не надо. Вы поэтому, как приятный момент, легче, может, переключить так, как я знаю, но и не знаю, как я знаю. А теперь, как я хотел передавать. Как я сейчас буду, я буду, я говорю. И это будет так. Это будет так. Это будет так. Вы знаете, когда не один парень на этой площади. Так, как раз? Для выставки двигателя, две машины, то самое, что здесь два автомобиля и два самолета. Это сложно, особенно. Поэтому, чтобы не было инструкторов производства. Тем более, что мы хотим это сделать и успеем это делать за три месяца. Еще за такие сроки, такие вещи не делать. Мы минимум полгода хотели бы на автомобиле, а мы затремился уже. Причем, принципиально, новая транспортная среда. Унибайк. Мы заедем, если вам интересно, мы набрали там пути на круглосу. Тогда заедем. Покажем, как там. Унибайки двухместные. Там стоит генератор, который сбрасывает энергию в аккумулятор. В аккумулятор уже обращает мотор и колеса. Поэтому, если педали, мы у нас. Кайдров 60-19. За счет аккумулятора. Взлетает до 300, то садится. Это те, кто ходят сейчас. А фиксируется потом. Вот счетчик покажет, сколько людей. Сколько было, сколько времени. Каждый, кто находился, сколько смотрел репортаж. То есть, это вся статистика. Смотрите. Так, мы сейчас все уже спускаемся вниз. Мы на микроавтобусе все едем, да? Или на двух машинах? Я, наверное, с вами по этому самому продвижу. Ну да, чтобы поговорить, да. А мы на микроавтобусе, да. Что-то тоже вниз? В Минске, я могу сказать, сегодня жара. Сколько сегодня? Рекорд по жаре, да? 35? Нет еще? До 30, наверное, еще нет. Просто влажность. Ну, очень жарко, да. Влажность. Душность. Душность, да. Сейчас надо пинжак скинуть. На Марьиной горке будем сейчас это... Без... Интернет гуляет прям. Тук 300 человек. Тук падает там до 50. То есть, срывы идут. Еще не стабильно работать. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет. Первый, да? Первый, да? Да, друзья. Ой, наконец-то вышли. Сейчас мы выезжаем в Марьину горку. Прямо на строительство. Это тоже будет прямой репортаж. Впервые. Это самое, что... Посмотрим, что сделано. Посмотрим это все для популярной механики, как я говорю, журнала и для еще одного очень крупного онлайн-издания в интернете. Сейчас. Сейчас мы как раз по разделу технологий. Поэтому, друзья, сейчас будет перерыв. Я думаю, что ехать мы туда будем минут сорок. Поэтому через сорок минут будет прямое включение с Марьиной горки, со строящегося демонстрационного образца SkyWay. Так что, видите, друзья, сейчас... Сейчас покажу наш микроавтобус. На нем мы сейчас едем. Вот. Это Антон Дворович едет с машиной. С гостями. Мы сначала на производство поедем, да? 35А изменяется. Так, мы сейчас сначала, друзья, поедем еще на производство, где производится Юнибус и Юмобили. Но там, я не знаю, друзья, можно будет снимать или нет. Там только прям я буду с Анатолем Доваровичем рядом. И он что-то будет позволять снимать, что-то не позволять снимать. Потому что это все-таки очень важный такой момент. И это самое. Анатолий Доварович, что снимать там можно, что нельзя, вы тогда скажете? Да. Не, ну там Анатолий Доварович скажет, что как снимать. Не, я буду рядом стоять, что Анатолий Доварович будет говорить. Там то и то самое. Да. Здесь стрингеры. Нет. Здесь... Здесь... Хорошо. Да. Так, ну что, поконим. Опа! Все, друзья, едем. А вот идет? Да, сейчас я все, трансляцию останавливаю, тогда через... Там какое-то время... Да, доедем скажите? Доедем, да. И дальше включимся уже следующие. Там по мере того, что можно будет снимать. Так... Друзья... Продолжаем Продолжаем трансляцию Сегодня у нас уникальная такая возможность Что помимо офиса Мы сейчас еще и в производственном Комбинате В производственном цеху Который изготавливает Юнибусы и Юмобили Юнибусы и Юнибайки Это бывшая территория Принадлежащая компании Юмобили И в общем-то здесь Поэтому я покажу потом И саму территорию То есть вы можете посмотреть Вот сейчас мы ждем Представителей прессы Вот сейчас которые готовятся Вот территория Вот этот большой цех Это все территория Это все цех, в котором изготавливаются Наши Юнибусы и Юнибайки Я покажу всю территорию Вовне А внутри Снимать, друзья, здесь сейчас я буду Всегда находиться с Анатолий Дуальшем Юницким рядом И вот видите какие цеха Вот Потому что там ограничения Очень серьезные по съемке Чтобы было это Вот Все, Анатолий Дуальш, я тоже рядом Вы тогда показывайте, что можно снимать Что нельзя Что так сказать Стримеры Стримеры Стримеры, да Так, мы, друзья, входим В закрытую секретную территорию Поэтому Здесь Здесь Если я делаю Немножую форму У нас Сложная форма Можно помочь Стуку Который делает Одну струк Потом Потом Вот Китай Это Казахстан Делается Стотичек Долго Долго Десятого Делается Это Изготовление Форм Для того Чтобы Делать Потом Часть Элементы Юнибуса Это То, что Это К интеллектуальному Огорождению Да Это Элементы Этормосты Это Вот Это То, что Создаваривать Здесь Дует Здесь Нельзя Опасно Тебе Немножко Тебе Немножко Работается Допустим Работан Это контролирование для человека, не настоящее. Балканирование, я позволю степенировать уже. Вон он, вон он, вон он 10-й будет. Вот он, в норму ты собираешься, в масло. А? Только что делается? Вот он, это бывает. Так что он на полпорта, должен ли переоткрепить И если он не закрывает, сила, 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 сила. А, на степлорклассе, да у нас тут? Да. Подым leuker! А еще нет? Так, друзья, входим в цех. Да, друзья, это уже серьезное производство, это уже не просто цех по моделированию, это не просто уже этот. Друзья, я сразу могу сказать, что это пока прямой, первый раз такой прямой репортаж, поэтому запись будет у нас находиться на канале, на нашем, поэтому обращайтесь к ним, всегда смотрите. И поэтому, когда вот эти бла-бла-бла говорят, что ничего нет и не это самое, друзья, это просто даже несерьезно видеть, просто посмотрите эти репортажи и репортажи с офиса, которые не для того сняли, чтобы водить журналистов, а где идет работа. И сейчас вы видите изготовление в прямом эфире, как работает, изготавливается, и сейчас подготовка к Берлину идет полным ходом. И ведет это сам генеральный директор, генеральный конструктор Анатолий Дуарч Юницкий. Поэтому, друзья, цените этот момент. Вот, и, соответственно, это цех. Друзья, это мы показываем производственные цеха. Так, Виктор, что там снимать, что можно? Все, друзья, здесь я съемку прекращаю. Давайте я, так сказать, это... Сейчас входит в цеха, в зал, где идет изготовление уже юнибусов и юнибайков подготовки. Я там снимать не могу, друзья. Поэтому я, ну, к своему сожалению, или это практика такая, я репортаж сейчас прекращаю, выключаю. А включусь уже, когда мы выйдем из цехов и когда мы посмотрим, в какой стадии готовность сейчас юнибайков и юнибусов. Вот, соответственно, я дальше включусь. И после этого мы прямо отсюда, из производственной площадки. То есть я вам еще раз покажу, это те цеха, которые идут, второстепенные подготовительные цеха. То есть, чтобы вы видели, что это мощное производство, большие. А дальше мы едем уже в Марьину горку, где идет строительство непосредственно путевой структуры. И дальше уже будем продолжать. А здесь это сейчас просто подготовительная работа. Все, друзья, я пошел вовнутрь. Все, друзья, мы подъезжаем к эко-технопарку. Сейчас будет монстрация. Мы с вами тоже, я тоже довольно-таки давно здесь не был. Вот уже опоры вернули. Да. Заливают бетон, кстати. Сейчас много что с вами увидим реально. В общем, я здесь был, я здесь был, сейчас скажу, в начале июня. Ну, когда прилетали с инвесторами-то. Они как-то сказали, чтобы за нормой машины пустил. А, вот тут. Да, да. Вот, так, Виктор тут дает распоряжение. Анатолий Дович, он там впереди. Так, вот, машина тоже. А мы с нами. Так, это охрана. Это вот мы... А вы садите мне здесь, а я это самое так... Пусть поснимаю, чтобы это... Чтобы уже пошел сейчас... Все, друзья, я из машины вышел. Вот. Давайте, давайте туда, да. Вот наше ограждение интеллектуальное. Вот территория. Эко-технопарка идет. Стройка, заливают бетон. Все, друзья, сейчас мы с вами будем все как раз смотреть. Видеть обязательно. Так. Сейчас я... Так, сейчас, чтобы так было видно. Обязательно посетим наше с Алексеем яблоню. Вот, на которой уже созрели яблоки. Я Анатолий Дович сказал, что... Я вам тогда на вебинаре говорил, что когда были в июне, там было 9 завязей яблок. Вот, но Анатолий Дович сказал, что он сорвал, и съел уже 6 штук, потому что деревце еще маленькое. Из-за того, чтобы его не сломали плоды, пришлось убрать. Но три, говорит, меня ждет. Одно я обязательно съем сам, одно передам Алексею. Вот, и заодно посмотрим все... Сейчас давайте переключу. Вот, идет уже строительство, завершающие опоры. Вот, тут уже сейчас готовится. Потом будет очень массовый монтаж уже путевой структуры. Это все будет быстро. Вот. Это у нас, друзья, капсула времени здесь заложена, спрятана. Вот, там у нас нулевой километр. Все, Анатолий Дович начал уже вещать, так что я подхожу. Включайтесь, смотрите уже непосредственно презентацию из первых рук. Все, Анатолий Дович, сейчас я переденусь в форму Скайвея. В форму Скайвея положено, для руководителя работы. Да, здесь жарко сегодня, друзья, больше 35 градусов. С облеском будет видно всех, сразу видно, кто напротив. Ныняемся. Давай поныняемся. Не, ну, так будет-то да. Значит, дверь, не просто так, а на основе, она была бы попроще. И здесь пересадочный вид, потому что на стороне тоже находится городской, а на трейдере, на этом, там будет, когда применение, а здесь будет закрытый сюда, и сейчас красню. И тут будет пересадка. Вообще это логичный узел, где можно пересечь с одной транспортной линии на другой и поехать дальше. Функция, допустим, Дубайского ростов, как у них одинаково производилась. До 60 миллионов пассажиров в городе. Вот представьте размеры нашей станции и Дубайский рост. Бывали там? Нет. Километры идешь, вот думаешь, идешь, и когда на кончатся? Здесь не надо было. И это, ну, 200-300 метров. А здесь история, это моя тоже. Моя идея рассказать историю транспорта. Вообще идея-то тоже. Это карта Беларуси. Одна стучинка, что мне вот это делать, у меня в полевом водорах снесли. Причем возили на это, да? И думали, что мы сейчас идем только в Симов Беларуси. И когда называтели на реакторе, живем на карте Беларуси, мы скажем, вы уничтожаете Беларусь. То есть, вы тоже из Симов Беларуси. Вот история дорог. Были из Симов Беларуси, площадки, асфальт, рельсы. Так, давайте, друзья, мы тоже потрым обязательно. Все. 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 Это denkeш counsel. Здесь снимают. Здесь действуют На асфальтную дорогу Друзья, сейчас еще Тут много приходит новичков Я специально не влезаю сейчас В комментарии пока Говорит Юницкий Поэтому у меня Просьба, друзья, те кто уже из наших Активистов и кто сейчас заходят новички Вы скидывайте ссылки И комментируйте, чтобы так поактивнее Друзья, давайте, что кто Уже в нашей структуре, в системе Чтобы вы помогали тем новичкам Которые сейчас только заходят Чтобы я не отвлекался И пишите, давайте ссылки На уже бывшие репортажи Ссылки на сайты Давайте так поактивнее, что как только увидели Что человек, новичок попал на трансляцию На нашу, что вопрос Сразу комментируйте, показывайте, сделайте А я конечно буду максимально стараться показать Именно сейчас из первых уст Как Юницкий сам это комментирует Потому что, друзья, это, конечно, дорогого стоит Такого не всегда увидишь И не всегда услышишь Поэтому давайте активно вместе работать Струность была как на макете Здесь была ферма Здесь же вот подвесной Сверху не вышла А там же Так, друзья, строительная техника ходит Видите, тут работа заливается Льется Они то ли на крайнюю едут На ту дальнюю То есть работа идет Все кипит Все, так сказать Если бы телескоп мог передавать запахи Вы не представляете, как здесь вкусно пахнет Я сейчас Просто вот даже Не секундочку У меня Знаете, бывает, что запахи возвращают Иногда в какие-то моменты времени Прям в детстве немножко вернуло Потому что Такой сладковатый запах луга Это только, мне кажется, можно вспомнить Что-то из детства Какие-то суммы Просто прекрасно Да-да-да Так что замечательно Так, все Это комментарий Виктора Бабурина Сейчас у нас На 6-7 километров Это расчетная скорость 500 километров Потом за тренировки Потом за тренировки Потом за тренировки Это новый достаточно многодинник И это мелкие дешевые Они увеличили Обычный пачок Даже садка Вот, американцы Давайте сделаем садку Как бы, говорили, что здесь нет И космос Два миллиарда долларов Наса выделяет Два миллиарда долларов Но, вы знаете Вот мы тут немножко Промахнулись Это, вы знаете, еще пять миллиардов А потом еще Знаете, еще десять миллиардов Вы ставите Двадцать миллиардов Обычно так поступаем А мы наоборот Снижаем Мы находим Варианты Как есть Права тоже нам не посажены Что там за работа ведет Там мы устроим Небольшой офис И дом приемов Где у нас будут Высокие гости Президенты страны Министы Шейхи Ну, представьте Гост идет Или там Ураган какой-то Ну, что Дом идет Ну, давай Затем там Провести подговор Провести подговор Мы тоже планируем Немного строительства Причем будет Такое чистое Из дерева И наверху Тоже будет Кусочек сада То есть мы везде Почву Принесим Наверное Даже дом деревянный Но ты, чтобы Сфортируем И там тоже будет Газон Чудеса Рыбалка Рыбалка Мы взяли Водоем 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 И там 450 Карпов Акционерам Говорю Я за рыбу За свои деньги Это не деньги акционеров Это мои личные деньги Правильно Да Поэтому Когда на рыбалку Это приглашает Личная рыба Анатолий Дарович Да Это личная рыба Да Водоем Ножен был Потому что Казарный водоем Без него нельзя Поэтому На самом деле Водоем Водоем Пророкил его Водоем Где будет лебед Где выси Плавок Водоем 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 Мед А мед Уже качали с пасеки Анатолий Доварович Уже мед Да Вкусный Тут даже с Кайвейовский мед Друзья есть свой Так что Да Да, конечно, конечно Я считал, когда в июне было 9 завязей на дереве Вы сказали, что 3 это самое Ну нет, возможно, дерево сбрасывают, оно может быть и... Потому что оно только посажено, но слабо коневать в тюрьме Я сказал, Володя, пускай бы кто-то туда подбежал Нет, так и сюда, мы сюда выйдем и поедем Вот, видите, здесь, друзья, это самое идет Сток воды, пруды Вот пруды, в которых рыба Там, блин, это не грязь И рыба себя комфортно чувствует Ну, глядя, разысказывает, здесь почти 500 карт Вот Глядя на это Тише, глядя Я не чувствую себя комфортно Это та вода, которая не нравится Ага Блина, это... Это длина Ага Так, приветствую Так, приветствую Да Тогда вот так вот Ну, здесь дом, где-то порядка 500 квадратных метров Ну, где можно приговоры провести Депутатной погоды И, как-то, баршировщик, да? Управление Так, а это вот уже трасса, это вот это мы фотографировались в июне еще, когда приезжали с инвестором, да? То есть это еще лежало, а сейчас уже... Да Там будут две опоры пообразные, остальные Спасибо Спасибо Денис, а давай мы сейчас... Мы же возле этой опоры с Яковлевичем фотографировались два месяца назад Сейчас просто это... Анатолий Дмитриевич, можно возле этой с вами сфотографироваться с этой опоры? С этой опоры там, она уже тоже есть, его фундамент можно посмотреть Вот, потому что мы с вами фотографировались, она еще только-только начиналась становиться Вот, чтобы этапы у нас как бы это оставались Так что, Денис нас фотографирует Это легкая опора для... Это легкая опора для юнибайка, да? Я не сказал, что она легкая, почему? Потому что здесь пойдет еще и городской юнибайк То есть, который на 12 человек, да? За 14 За 14 даже человек, да? Поэтому пойдет не 500-килограммовый юнибайк, а 3,5 тонны То есть это, в принципе, полноценная городская система, да? Конечно, поэтому мы сделали более мощную, чтобы показать два в одном опять же То есть, видите, друзья, это... Для юнибайка опоры должны быть меньше То есть, еще меньше, да? Хотя это уже, это же фактически как осветительный столб телеграфный, да? Да А это значит для городского, да? Да И мы же показываем на минимальной высоте, даже вот говорят Так, друзья, горизонтально не могу повернуть, я буду просто в движении и не могу держать его горизонтально, не очень удобно Я в следующий раз подготовлюсь более это, я возьму держалку для... это как оно? Ну, когда сам себя снимаешь И буду с держалкой, а сейчас пока держать телефон очень неудобно, поэтому... Так, друзья, извиняюсь, вылетела у нас трансляция, вот, и ведем продолжение Вот, так что... Что-то слетает интернет иногда Ну, ну, да, еще не так, это сам сейчас завис телефон Здесь в сентябре прошлого года был еще танковый полигон Да, мы же... Что-ли, рвы Когда говорят, там, бурьян, ямы Когда говорят, что вы так строите два года, десять месяцев строите Да Причем небольшим количеством людей Назовите хоть один мост, который построили меньше, чем за год, длиной километр Истакада наша, это же мост Да? На самом деле Думаю, это немедленно Это очень быстрый Сад ухожен Да, показываю сад, друзья, да Вот, все деревья именные наших акционеров И те, кто прошел сейчас Сейчас мы пройдем с Антурдарчем Найдем наше с Алексеем дерево То есть, вот, видите, табличка Инвестор Людмила Ильинична-марковец Вы можете знакомых показать Да, да, да Вот пасека Наш О, видите, у него два яблока Да Да Это же его ладонь бронзовая Да, 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 это вот Да, да Тут пишут Моёк дерево где-то там Ну, я сейчас Антурдарч пошел свое искать Да Ну, я нашел яблок не зарантировать Ну, что Я сейчас, вот, сейчас дерево могу сбросить А вот тут все Сработает Так Так Вот, друзья, видите, яблони растут Так, так У вас фирм любит? Да Вот Андрей Андрей Федорович Хавратов Видите, так сказать Да Андрей, не обидится, если я яблоко съеду? Да Как вы думаете, в прямом эфире, если Анатолий Иванович съест яблоко с дерева Андрея Хавратова Можно? Вот, так что, да Вот Дима счастливый Видите? Его дерево показываю Яблоко Одно пока вижу Так Валентина Так, где-то, где-то Так Так Да О, Анатолий Иванович нашел Инвесторы Алексей Суходоев И Сергей Сибиряков Видите, друзья, это наше дерево Два яблока, как Анатолий обещал Антолий Иванович обещал есть Вот одно Вот второе Так что Венис, а сможешь сфотографировать нас, Анатолий Иванович? Да Анатолий Иванович Возле нашего дерева Возле нашего дерева С яблоками Сейчас, еще минуточку Сейчас, еще минуточку Так, минуточку Минуточку Полностью есть Что мы с Алексеем В прошлом году Посадили это дерево Вот, еще раз Алексей Суходоев Видите? И яблоки, честно, есть Вот, наверное, два яблока Вот одно сорву я А второе потом съест Вот Это яблоко Это яблоко С моего дерева А второе съест Уже Алексей Суходоев Так что, видите Все, друзья, в прямом эфире Вот мы в октябре В прошлом году сажали Эти дети И здесь четыре с половиной тысячи Деревьев сейчас есть И за право Именно тем инвесторам Которые приносили Определенную сумму инвестиций Вот право такое Посадить дерево Вот Так что, здесь все Обустраивается Делается Работы идут Так, в соседнем ряду Ерегина и Татьяна Давайте сейчас на обратном пути Это самое посмотрим Вот Тоже Видите, работы Идут А это что, Анатолий Альчич? Это еще анкерно-творо грузовой А это уже грузовой анкерной, да? Да, уже делает под фундамент Угу, угу Это смородина уже пошла, да? Ну, эко-технопарк В эко-технопарке все должно быть Уже у меня с поража сняли В том числе редиски Уже ж Уже у меня с поража сняли Но с поража, хотя только майя Взял утрядку Да Вот А это еще и под производство гумуса все идет, да? Да Да А теперь нет Но все-таки кустистая Это Слишком правоводная почва Вот Надо прореживать иногда Очень вкусно и сладкая морковь Лук уже созрел Быстрее, чем обычно Скоро уже видел О, огурцы пошли? Ну, огурцы уже ведет 10 создали О, огащаем Видите, друзья? Анатолий Владимирович меня угасил огурцом Огурец съем сейчас обязательно с удовольствием Ну, Анатолий Владимирович, это вот то, что тогда На наших инвесторов произвело это впечатление, что Был вопрос, а зачем здесь сельское хозяйство? Зачем вы это занимаетесь? То есть, как бы, чтобы Буквально в двух словах, Анатолий Владимирович, вот как тогда вы комментарии давали Сегодня под алтарьми дорогами Закатан в асфальт И под желез дорогами Их похоронили Под шпалами Пять территорий Великобритании Эти землю надо возвращать И их культивировать Но у них должна быть почва Причем правильная почва Для которой будут расти правильные растения Справилась Ну Это правильного качества, так? Экологически чистая Продукты питания Вот мы это здесь отрабатываем Эту почву Это пока еще эксперименты Тут еще, по большому счету, почвы нет Мы ее готовим, эту почву, да? Пошагаем Где будет гумус Гумус как Черноземник И в эту почву можно палку воткнуть И вырастет дерево И мы хотим показать, что рядом с нашими дорогами Можно выращивать Большие урожаи И экологически чистые продукты И вот для этого мы делаем это Мы не просто железом занимаемся Не просто там бетоном И дороги просто сами по себе не нужны Зачем нужны дороги, которые убивают Полтора миллиона человек Как автомобиль дороги сегодня В год полтора миллиона В год делают 15 миллионов инвалидов Мы хотим показать, что мы другие дороги строим Мы приходим в страну, где пустыня Строим дороги и садим сад И для них это важнее И мы даже вот сад важнее, чем дороги И мы должны это естественно отработать Тем более, это не требует больших средств И по большому счету Сельхоз и эко часть Пусть акционеры не переживают, что мы их деньги Да я думаю, что никто на этот предмет Нет, он не переживает Анатолий Иванович, а еще вчера был разговор Вы говорили, что вы еще как фермер еще оформляете землю Я думаю, это не какой-то же секрет, да? Можете сказать? 150 гектаров хочу взять То есть вот туда дальше, здесь территория экотехнопарка Будет расширена еще до... Слушайте, чтобы там как раз почвы сделать До 150 гектар, да? Да, не разрушая никого Как фермер я сделал Да, то есть видите, Анатолий Иванович Получает землю именно уже как фермер И экотехнопарк будет именно во всех направлениях Расширен еще до 150 гектар Ну, вместе с этим будет где-то 180 гектар 180 гектар, то есть это видите, тоже как новость Которую еще никто, наверное, не слышал о том, что Экотехнопарк сегодняшних 38 гектар, да? 36 гектар будет уже к следующему году, да? Пока фермер закончится, будет расширен до 180 гектар И здесь будет вестись весь комплекс технологий Связанных и с био, и с производством гумаса Помните, помидоры с детства? Да, ну-ка Очень вкусно Да, друзья, действительно Другого уровня Вот, и Друзья, вот еще раз Для тех, кто сейчас новички только вошел Друзья, кто уже это скидываете сейчас Вопрос в том, что я Снимаю и не могу одной рукой писать Что происходит, как происходит Поэтому Пишите, делайте комментарии именно с точки зрения, что как происходит А я в конце уже просто поясню, что и как Я думаю, что для тех, кто знает, о чем идет речь, очень важная сейчас информация Важная вещь, а для тех, кто не знает, просто наберитесь терпения, посмотрите И все будет очень Вот я даже не нырю Но я знаю, что я не заболею Это здоровая еда, здоровая земля Но здесь нет химии вообще И, Анатолий Владимирович, еще раз по почве Так как речь идет о том, что почвой будет нагружаться крыша опор То есть это не просто какая-то там, а это совмещение сразу нескольких технологий Несколько функций, потому что Можно бетоном пригрузить Для того, чтобы опора, на которой действует На 60-10 метров 1000 тонн гражданного усилия не поехало Масса должна быть, ну, не менее 2000 тонн Можно эти 2000 тонн, это 800 кубов бетона Жизнь бетона, потому что это все должно быть армировано, а не просто бетон Да? Закладными деталями, там, и так далее А можно, допустим, 1000 тонн бетона и 1000 тонн почвы На почву мы садим сад Значит, мы не уничтожаем своей дорогой землю Мы, наоборот, ее приумножаем, потому что мы почву берем из-под опоры Обращаем гумусом, то есть она становится более плодородная И перемещаем наверх, и там садим сад Поэтому нам почвы нужны Они удешевлее от дороги И кормят тем, кто по них ездит, да? Да, и тех, кто рядом живет Абсолютно, то есть, понятно теперь, да, почему именно столько уделяется вопросу и озеленению, и новой почве Уже виноградник, уже там где-то виноград должен быть, хотя мы посадили только весной Я слышал, что есть идея даже и свое Sky-вино делать, да? Конечно, Sky-вино, обязательно Видите, у нас даже, друзья, будет свое вино Причем не забывайте, мы в Беларуси, где морозы, где зима бывает, да? Это районированный сорта Так, где наши коллеги? Они что-то сами по себе Ну как? Из нашего онлайн-издания, как у вас? Да, хорошо Вот, видите, а мы сейчас просто тоже, я сейчас, что хожу, осваиваю новую профессию Видите, у нас в Перископе идет прямая трансляция Привет, вот видите Не забывайте, что посадили в этом году Да, друзья, вот посмотрите, вот он, виноград Посмотрите Это посадили в этом году, и это, друзья, не забывайте, что это Беларусь Видите? Тем не менее, и виноград растет Видите, так что в Sky-вее растет все Яблоки, видите, какие, так сказать Вон И это все, друзья, это мы все Год назад здесь был полигон танковый Вы помните, расчищали здесь в прошлом году Закладывали первый камень, первый километр Все было первое, а сейчас уже первый урожай Уже, уже более приятные вещи И чем вкусно? Да, Анатолий Владимирович Блезно и здоровая пища Вот это еда, которую надо ехать Вот, так что А это мы не выбросим потом, а переработаем бумус Вот это все И кустами, которые были здесь И трава, и пени Они там складированы За участками тоже будут привлечены всю эту почву в бумус То есть у нас нет входа Которые загрязнят окружающую среду Да, бежать Да, бежать Пять лет урожай снимаем Вот, так что В октябре уже Да, в октябре Демонстрационный участок Skyway Так что Видите, я переодещу Во, а это вот смотрите, у кого Какое яблоня прям у кого-то А она как раз неименная, да? Да Смотрите, сколько яблок Прям Прям Ну, это более может надевать, наверное Да, более сильно Там кто-то меня просил, говорит, в соседнем ряду С моей яблоней, в первом ряду Показать яблоню Друзья Кто-то еще скиньте в чат Кто просил Показать Яблоню чью Во втором ряду, которая была Вот, Алексей Наумович Вон, наш акционер О, Арманд Муренис и Ольга Шентина Это их яблони То есть все Да, прям яблоко У Ольги с Армандом Прям на этом Видите? Арманд, Ольга, Шентина Вот ваше Могу прям четко в прямом эфире показать, что Яблоко растет Все растет, яблок много Раз, два, три, четыре, пять, шесть яблок У Арманды Комиссаров Видите? Все уже, друзья, это люди Вот Люба Хлебникова, видите? Ее дерево Вот Это наш активный акционер Из Кемеровской области Одна из первых, которая поверила Пришла в проект, видите? Приезжала садить дерево Вот, так что Это, друзья, все очень Интересно, очень Показательно Видите, посмотрели Это тоже какой-то интересный результат работы Такой, что мы Когда сюда приехал мэр Марьиной Горки Увидел, что Из Действительно заброшенного полигона Где рвы, где-то Здесь реально превращается сад Идет работа, приезжают официальные делегации Просто все облагораживается Работается И Они говорят Мы думали, что вы тут что-то Там, с точки зрения науки Поставите один стенд И это и на этом все закончится А работа идет, видите? Настолько серьезная Настолько масштабная Вот, и здесь Конечно, в сентябре В октябре, когда начнутся уже демонстрации Там, анкерные опоры И подвижной И, собственно, сама путевая структура Будет монтироваться очень быстро Это долго идет Подготовительная работа Ее изготовление Все А монтаж сам будет происходить Это тоже очень серьезный Такой Показатель Именно с точки зрения Скорости Скорости работ Вот, поэтому Все, я Это самое, видишь? Не надеюсь Яблоко То есть, я его еще пока не ел Буду обратно ехать Это яблоко с моего дерева Так что, там два было дерева одно Леша Суходуева оставил Да, это дерево, которое я сам посадил в экотехнопарк И сейчас, честно, с него получил урожай Поэтому, друзья, могу сказать, что первые дивиденды от экотехнопарка я уже получил В виде яблока Которое посадил на Как погода в Марьиной горке Друзья, погода 35 градусов стоит Жара Вот, поэтому Ну, конечно, мы тут Все ходим Ну, не сказать, что тяжело На природе-то, в общем-то Так легко То есть, вот еще вам включу Сейчас идет стройка Здесь, видите, так сказать Строительная Техника Заливается бетон Все делается Вот опора Мы под этой опорой Фотографировались С одними очень Крупными инвесторами Вот Ну, опять же, там Потенциально крупными Пока они все Пока, друзья Еще все эти Крупные Они пока только присматриваются Они пока еще Водят жалом Им еще не до конца Все Понятно И все Это, то есть Пока мы с вами, друзья Не создадим Всю доказательную базу Так они и будут Все Ходить Смотреть А все-таки Важную Самую важную работу Делаем мы с вами Видите, идет Заливка фундамента Так Вот Вот Смотрим 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 Ну что, поедем на тонкерную опору, да? Смотрим 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 Сейчас Между опорами 50 метров Вот Поэтому вот Расстояние Вот Сейчас все готовится уже к монтажу Путевой структуры Вот И где-то В течение месяца Начнет монтироваться Уже путевая структура Вот Она Изготавливается сначала В цехах То есть тут вопрос Почему здесь ничего не видно Нет Она как раз По принципу Она вся монтируется Делается в цехах В закрытом Помещении По специальной технологии Вот А монтаж Здесь уже будет Только в поле И это будет очень быстро Поэтому Изготовление самой Путевой структуры Мы показывать сейчас еще не можем Так Ну что, сюда? Сюда Это у нас сотрудник Это он в саде Да 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 Можете показать Так Сейчас Друзья Вот Это человек, который отвечает за сад Может показать в прямом эфире Да, так сказать Это тот, кто отвечает И ухаживает за всеми нашими деревьями Благодаря кому появляются Вот такие Замечательные яблоки Вот Так что Видите За каждый участок Есть свой человек Который отвечает Сюда едем, да? Антон Иванович Вы назад? Или Вы вперед тогда Я с той стороны Ага Так Так Мы едем Дальше На Вторую анкерную опору Туда дальше Так что Ну как впечатление? Масштабная стройка Не ожидал даже такого увидеть Вот То есть вот это Наши коллеги Я еще раз напоминаю Два года назад Я был единственным сотрудником компании И мы не знали Вот Наконец И Ивестицию Не Мы Быстро Развиваем С инвестиционной Точке Зрения Да? С техновидической Точкой Да? Маск этого Не Это Маск этого не сделал С Питр и Лоб Хотя Они Такие деньги Получили И собрали Им По сути помогает государство Нам государство не помогает То есть нас Много сейчас Обвиняют И показывают Что мы занимаемся популизмом Что выдаем желаемое за действительность Пирамида Что мы даже Жулик Обманут людей Ахатрон разводят Строить не у вас И самое главное Что фотографии Даже где мы показываем полигон Что это все фотошоп Что этого реально Не суждено Вот в прямом эфире Можно сказать что Это подделка Это можно подделать Или это реальная работа С учетом проектирования в КБ Проектирования здесь То есть Производит это впечатление Очковтирательство Или то что пытаемся Выдать желаемое за действительность Ну нет Смотрится очень солидно Все за смешные деньги Да И такие деньги Это явно не декорация Ничего подобного не делают Вот А с учетом что Сегодня были в цеху Где уже идет производство То есть это как раз транслировать Было нельзя Поэтому это закрытая информация Но Да Часть показали Но основная часть То что готовится Вот поэтому видно уже Производство И все А это же реально производство Новых машин Вот То есть это тоже Вот А вот Друзья сейчас я Покажу Вам это Видите идет Это уже Наши любимые юнибайки Вот то что трасса уже готова Вот она Идет С стороны Вот Но как Как Анатолий Дуарович уже Ага Сейчас Вот Ну как Анатолий Дуарович уже Сказал сегодня Что Это не чистая трасса Юнибайка А это уже Городская полноценная система На Десять тысяч пассажиров в сутки Правильно Анатолий Дуарович До десяти в час До Извините друзья Я опять До десяти тысяч в час А это Получается До ста двадцати тысяч в сутки Это полноценная Городская система Двадцать часов она будет работать Двадцать часов Это двести тысяч человек Это производитель с метро Сколько в Москве станции Триста где-то Да Триста Да Сутки где-то Шесть-восемь миллионов человек Привозят Значит А станция распускает двести тысяч Двести То есть это вот как раз Пропускная способность Да То есть на самом деле друзья Вот сейчас Анатолий Дуарович Меня в цифрах поправил Что вот такая Одноветка Это в принципе Полноценное метро Которое По пропускной способности Работает так как метро Но вы представляете Ветки Как это работает Насколько это сложные сооружения И вот они Наши опоры Вы видите Дешевые Да И такой же Подвезной Подвезной сустав Так друзья Тут очень много вопросов От новичков идет Кто как Я конечно сейчас Во время такого прямого репортажа Не могу комментировать Каждому это Поэтому у меня просьба еще Для тех кто В нашем Ну из нашего круга уже Вы сразу Новичкам скидываете Информацию Скидываете Вопросы Вот Вот Посмотрят сейчас Ну тут не показательно Сейчас в прямом Вот Где-то 400 человек Но Здесь же вопрос В общем Уже где-то за 2000 человек В репортаже Так что Это очень как бы А вот сейчас в прямом В ходе Триста Триста Девяносто Ну это как Ну сейчас я вам потом Покажу статистику Тут самое важное Сколько потом идет Просмотров после Потому что Включается Свой Уже Я был когда Анатолий Аш Там только заливали фундамент Внизу Когда я был в июне То есть так сказать Я ее еще не видел То есть это друзья Для меня тоже Новая Видишь я был здесь В июне Вот И Вот это Этой опоры еще не было Здесь только-только Заливали фундамент Внизу Вот Так что Ага Да Смотрим Видишь Сейчас Ну Тут цифры Видел Сейчас У меня один раз прервалась Трансляция Поэтому придется Два смотреть куска А Вот Продолжение Дальше Да 15 километров Во время строительства Эта опора крайняя Она должна быть Прочитана На гости После Когда мы прилим Эта опора Выключается Из работы Потому что Усилие туда Усилие сюда Будет дым Но В случае обрыва Теракта Самолет упал Хотя Самолет не разрубит Даже самолет если Выпадет Он не разрубит Напору Может Снести Но Если Разрушить Чтобы Разрушение Подходи дальше Нужно Напору Перекладить Разрушение Это Для Выходных зданий Важно Для Небосковых В Нью-Йорке Когда Безнеси В баре Так называемое Прегласилище Обрешение Когда Паре Завышать Ниже Надо Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду Я знаю Такая Проблема Есть У Тех У Тех У У Но Нас Чтобы Оборвать Чтобы Нормально Птички Мы Таким Петербург Технология 19 Гон Мазут, тема точного, это самое, и там готовы осады битвы. Смотрите, достает, который снабжет. То есть по соседству технологии 19 века и 21 века. Это как раз современная тема, потому что нам дали эту землю под рекреационную зону. Каждая рекеарция, посмотрите, сюда-то стынет. Думаю, что розовый ветров сюда, и с таким блотом ХДПС будем, чтобы его перенесли. Либо заменили технологии на более своими. Скоро-то будет открытым. Там тоже будет гренд. И тоже будут власти деревьев. Все это в записи останется. Будем с вами смотреть, как это все будет выглядеть через месяц. Надо понимать, что это один из вариантов. Это не множество, как говорят. Все опоры должны быть такие. Что как-то так. Он должен проскакивать на скорость. И там будет резиновский удар. Или что-то еще. Это один из вариантов, когда он проскакивает. Другие варианты будут, когда он будет останавливаться. Но тогда несколько по-другому будет. Есть варианты, когда конструкция стальная. Она вообще будет ажурная, полуваться в воздухе. Это просто один из вариантов. Железбетонный промежуточный анкерный опор. Но не мизерный ценой. Потому что ценовой фактор, это самый главный фактор. В любом строительном объекте. Зачем дороги нужны, как сейчас монорельсовые, высокоскосные железнодорожные эстакады, где цена от 100 миллионов долларов за километр. А у нас эта анкерная опора где-то меньше 200 тысяч долларов будет стоить. Готовая. Но она будет на трассе. Здесь она через километр стоит. А на трассе будет через 5 километров. То есть на один километр придется всего лишь 40-50 тысяч долларов. Говорят, она же безумно дорогая. Это же все будет миллионы долларов стоить. Да нет. Это не так. Это ошибочное мнение. Кстати, на километр дороги превышенные опоры по стомасе больше тянут, чем анкерные. Так действительно много получается, да? Да, они больше тянут. Поэтому тоже мы их оптимизируем. И поэтому, сделав железнодорожные опоры вот такой простой конструкции, я тоже сэкономил где-то на опорах 100 тысяч долларов. Там 100 тысяч долларов сэкономили, здесь 100 тысяч долларов, здесь 100 тысяч долларов. Даже 200. Понимаете? В результате мы делаем очень недорогую дорогу, при этом функционал ее не ухудшается. Она не становится там более опасной, или не такой прочной, жесткой, долговечной. Нет. Она такая же долговечная, такая же прочная, такая же жесткая дорога, да? Такая же экологически чистая, но более дешевая. И мы находим эти решения постоянно. Анатолий Анатольевич, смотрите, вот сейчас вопросов много идет, которые задают, особенно те, кто были. Они говорят, почему мы не видим монтаж путевой структуры, что почему вот все как стоит, типа что вы не натянете. Я пытался объяснить, что... Чудес не бывает, 9 девушек беременных не родят ребенка за один месяц, надо 9 месяцев ждать. Так вот, одна из причин, основная причина, это недофинансирование. Для того, чтобы монтировать путевую структуру, надо было металл заказать еще в декабре прошлого года. У нас не было денег заказать металл. Да, мы же с колес работаем. С колес работаем. То есть фактически реальные деньги появились только в мае. Только в мае мы смогли оплатить, потому что никто не будет выпускать продукцию без оплаты. При этом ряд профилей проката, его на слайде нет. Его надо изготавливать. Ряд профилей, тоже прокат, его нет и в сортаменте тех заводов, которые мы покупаем. Поэтому надо делать оснастку, фактически прокатную стану, чтобы прокатать. Но ты знаешь, что это безумно дорого. Нет, эта оснастка будет наша. Мы ее оплачиваем, и она наша. И мы дальше можем уже тиражировать те решения по прокату, которые мы используем. Так на это все нужно время и деньги. И сейчас вот этот вопрос, а где сама сейчас путевая структура, она монтируется? Почему ее в поле нет? Потому что в поле она не монтируется. Она монтируется в цехах. Конечно, нет. Для того, чтобы смонтировать в поле, надо тоже вот здесь будет ферма. И она это сварит на стапеле. В специальном цехе, который у нас нет. Мы не можем купить цех. У нас нет миллионов долларов. Поэтому мы заказываем подрядчиков. У них цеха тоже приспособлена к другой продукции. Значит, они должны оснастку сделать другую. Они должны немножко что-то там переделать у себя. Им надо заплатить вперед, чтобы они начали работать. Они должны освоить эту продукцию. Она тоже во время уходит. Поэтому мы делаем очень быстро. Никто в мире такие сложные объекты за такие смешные деньги, такие сжатые сроки не делал. Поэтому тролли, если они здесь есть, успокойтесь. Успокойтесь. Идите к Гиперлу поспрашивайте, что они так долго делают, собрав почти 100 миллионов долларов. Куда они деньги эти потратили. И студенты, кстати, проектируют там. Студенты. Представляете, такую сложную систему студенты проектируют. У нас профессионалы работают. И у них там сотни людей работают. И что они построили, у нас тут немного работает. Потому что нет смысла нагонять людей. Опять же, быстро нельзя бетон. Бетон можно залить за дни сутки, но надо ждать 28 суток, чтобы он схватился. Поэтому мы работаем по графику фактически, хотя идет дофинансирование примерно в 10 раз. Никаких сотен миллионов и десятков миллионов мы не собрали. Это тоже неправда. И то, что говорят, это говорят те, кто не знает на самом деле реалий. И надо говорить не сколько мы собрали, а сколько нам поступило на работу. Потому что Украинвестинг, снимая это тоже, как бы забирает на себя достаточно большие деньги. Дай Бог, до нас до половины доходит. Поэтому, как говорят, собрали там 20 миллионов, так до нас дошло 10 миллионов. И мы за эти 10 миллионов строим. Да, 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 конечно. Это тоже надо понимать. По графику финансирования мы должны сейчас и 10 миллионов в месяц. Это минимум. А мы только недавно на миллион вышли. На миллион собраны, а не инвестируемых в работу. Ну, вот это как раз вот тоже вопрос по интенсивности, что надо повышать. И не только интенсивность здесь, но и работа. Что мы, в общем-то, антон Дарфи делаем. Да, и поэтому, да, мы и говорим, и показан, чтобы понимали те проблемы, которые есть у нас. И они объективные. Никаких строек никогда не было без проблем. То дождь пошел, ямы залило, то мороз ударил. Ну, вот когда весной мы начали работать, вот здесь, весной, это был апрель, поехал кран сюда и провалился по раму. И вот как можно работать, да, если он по раму провалился. Его два трактора вытаскивали. Поэтому есть вот дорога, которая будет потом дорожкой для тех, кто будет посещать. А сейчас она технологическая дорога. Мы вынуждены были ездить. Она тоже нужна, на нее тоже потратили деньги определенные. Потом есть непредвиденная работа, а не возникает в силу природных каких-то факторов. Объективных факторов. Ну что, едем туда, дальше. Все, друзья, сейчас я тогда... Все, очень многие вопросы, ответы услышали из первых уст. Более, как говорится, прокомментировать и что-либо сделать. Это, то есть, смотрите. Вот, я одно могу сказать, что вот эту работу, которая два месяца назад еще не было, сейчас идет. И самое главное, это идет параллельно с проектированием. То есть, проектируется, сразу строится. Вот, и самое главное, чтобы понимали, что эти вещи абсолютно уникальные. То есть, их нигде невозможно ни взять, ни посмотреть. Потому что это все создается заново. Вот, а вот наши коллеги... Ну как? Интересно. Интересно. Написать уже есть о чем. Ну, надеемся, что написать и показать. То есть, видите, теперь в какие игрушки мы здесь играем, и что, в общем-то, как здесь что делается. Так что, надеемся, что... И дальше будет у нас... Будете нашими коллегами, союзниками, партнерами, и так далее. То есть... Первую статью про стаумный транспорт мы написали еще в 2003 году. Как раз, как раз, по-моему, про вас. Это, по-моему, я так думаю... Ну, вернее, мы так думаем, и дало толчок определенный. Да. Как раз, видите, все эти истории, да. Ну, отлично, отлично. То есть, вы скайвейвцы со стажем уже такие. Ну, может сказать, да. Так, ну что, поэта... Анатолий Иванович, сюда, здесь же еду, да? Да, сейчас я нахожу. Ага. Все, давайте, сейчас мы туда... Что? Едем. Ну, как скажется. Так, ну все уже туда и на выход. Мы еще на домы сном все. Ага, все. Ведем в заправку, будем человеком купить. Ага, отлично. Ну, вот, друзья. Вот. Они, это, друзья, это зналисты очень популярные издания. Вот, поэтому именно связаны с новыми технологиями. Здесь у нас еще ребята из интернет. Как у них называется этот интернет-портал-то? Это, к сожалению, не запомнил. А? Вроде онлайнер. Онлайнер? Онлайнер. Онлайнер бай, да. То есть это белорусское интернет-издание. Вот. Поэтому сейчас, как бы, несколько задач и целей, которые преследуются. Вот. Это посмотреть, продемонстрировать. Вот. Ну, и, конечно, это такое информационное поле, которое надо все больше и больше сейчас вот наполнять именно вот такими живыми репортажами, живыми съемками. Вот. Поэтому, естественно, что мы это регулярно делаем для того, чтобы вы все это видели. Или больше показываем, чем можно. Да. Вот видите, Анатолий Жукович тоже сейчас абсолютно правильно говорит. Это что мы, к сожалению, сейчас вынуждены показывать больше, чем надо для такого проекта инновационного. На этой стадии. На этой стадии. Но мы вынуждены идти на это, чтобы сказать, потому что вот тут доходит до смешного, когда читаешь в интернете комментарии о том, что фотографии с Мариной Горки это все фотошоп, это все ерунда, что никакого строительства здесь не идет. Вот, понимаете, слышать это, когда находишься здесь. Скайвэй – это лохотрон, а юницкий жулик. Да, что тут, как Анатолий Жукович говорит, скайвэй лохотрон, а юницкий жулик. Поэтому, друзья, здесь мы это делаем, показываем. Единственное, что я прошу и с пониманием относиться, что когда я не снимал в цеху, где производятся юнибайки, которые готовятся к выставке юнибуса, это все-таки, друзья, уже ноу-хау, это коммерческая тайна, и показывать очень многие вещи сейчас просто нельзя. Но давайте я вам свое сейчас скажу мнение, что это, друзья, изготавливается настолько мирового уровня, действительно, технические средства, что это не то, что не стыдно, это будет очень достойно показать на мировой выставке в Берлине. И я абсолютно вам могу точно заверить, что отзывы специалистов и комментарии специалистов будут на самом высоком уровне. Потому что то, что мы делаем, друзья… Анатолий Иванович говорит, да я бы сказал, не стыдно, Анатолий Иванович, я думаю, что комментарии будут самые, что ни на есть, положительные. И это потому, что я всегда… Я делаю о себе, я очень критично отношусь к тому, что я делаю. Да, Анатолий Иванович, я на вас переключу камеру, что… Да, поэтому мне стыдно не будет. Я никого не обману, говоря, что мы делаем высочаршее качество продукции. Как и с интегритуальной точки зрения, то есть с точки зрения вот проявных технологий, да, там, нано-технологий, и это касается машиностроения, строительной части и так далее, да, с точки зрения дизайна, то и с точки зрения качества выполнения работы. Там не будет каких-то плохих сварных швов, каких-то строчек неправильных, или даже на сиденье, там оно будет шито из кожи, там будет все красиво сделано. Коричник будет с хорошего дерева сделан, причем хорошего качества и так далее, да. Даже пол будет инновационный, пол будет. Анатолий 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 А когда он выдал новую концепцию. Антон Ильич, можно, наверное, сейчас уже озвучить, что сейчас уже рождается концепция пятого поколения технологий? Нет, она была. Она была, просто сегодня она... Я стал говорить об этом. Да, сейчас Антон Ильич уже стал озвучивать и... Я много-много лет. Некие контуры. Друзья, сейчас вот то, что мы создаем и строится в Экотехнопарке, это четвертого поколения технологий. Это то, что спроектировано уже годы назад. Сейчас это реализуется. А сейчас Анатолий Ильич обозначил ряд позиций уже технологии. Технологии пятого, соответственно, этапа развития. Это уже пятая ступень. Это пятое поколение, да. И, друзья, я просто, ну, сейчас могу сказать, что если я вам сейчас просто начну это рассказывать, вы просто не поймете, о чем речь. Вот, поэтому давайте все степ-бай-степ. Слона надо есть по частям. Вот, соответственно, мы закончим в этом году, продемонстрируем элементы технологии четвертого поколения. На них есть уже заказы. На них есть, соответственно, инвесторы, которые ждут демонстрации, ждут того, чтобы это было показано и продемонстрировано. Тогда мы начнем это. И уже начнется внедрение и разработка уже пятого поколения, вот, которое просто будет выводить на новый уровень технологии. Но это, друзья, можно сравнить с тем, что бы стоил первый iPhone, который Джоффс показал в 2007 году. iPhone ценен только тем, что каждые полгода появляется новая модель с новыми качествами, новыми функциями, новыми возможностями. И таким образом есть лидерство на рынке. Точно так же SkyWay и группа компании SkyWay входит на рынок именно как лидер, потому что мы первые. И для того, чтобы эти лидирующие позиции занять раз и навсегда. Анатолий Иванович, я правильно понимаю цели и стратегии? Примерно так, но на это iPhone, это игрушка маленькая. Там она, наверное, полгода. А здесь, это когда 5-10 лет будет новое поколение. Новое поколение, да. 5-10 лет. Чаще нельзя, это неправильно. Да, потому что транспортная отрасль, она, во-первых, очень инерционная. И капиталоемкая, и материалоемкая. То есть, это огромные инвестиции в производство, в создание и в работу. Так, друзья, это мы опять приехали уже к нашей анкерной опоре, основной, которая связана. Вот не то, что для новичков, а просто, чтобы вы понимали, когда цифра звучит, что вот эта перевалочная станция, которая делается, она делает транзит 60 миллионов пассажиров в год. Но она действия не будет, но она способна. Способна сделать, то есть, это ее возможности, друзья. 60 миллионов пассажиров. Это возможности дубайского аэропорта. А представьте, что весь дубайский аэропорт, который находится на 100 квадратных километрах, ну, точнее, на десятках квадратных километров, вот, он имеет возможность вот такая небольшая станция. Это, конечно, не для специалиста цифры ни о чем, но для тех, кто понимает, для тех, кто... Это самое, когда Натальдар сделал презентацию в Минтрансе, и прозвучала фраза, вот сейчас Виктор Бабурин, вот, я сейчас комментировал цифру, которую Натальдар сказал, что вот танкерная опора, совмещенная станция, пропускной способностью 60 миллионов пассажиров в год, дубайский аэропорт. Вот, Виктор, он был свидетелем, когда это было цифры, принесенные на экспертном совете в Минтрансе. Вот можно сказать, как на это специалисты отреагировали? Если мы получили заключение, то нужно положить мотагеру. Ну, первое, наверное, что этого не может быть. Я, если честно, мы обсуждали большую путевую структуру, я бы не сказал, что мы там часто обсуждали именно пересадку. Пересадка, она не инновационная, и струнный транспорт, он инновационный не из-за того, что здесь станции какие-то, большие пересадки, струнный транспорт, он инновационный из-за своей путевой структуры. Станция это просто другая логика, позволяет быстро осуществлять пересадку, здесь ничего нет такого сложного и никакого здесь, как это говорят американцы, rocket science, да, никакой ракетных технологий здесь нет. Чтобы спуститься с одного на другой, нужно просто, ну, как бы, этаж пройти, поэтому и такие объемы позволяют, здесь никаких инноваций нет. Мы на Минтрансе не обсуждали вопрос, связанный, сложно ли пересаживаться, не сложно спускаясь по лестнице, мы обсуждали другие вещи. А что, один этаж это тяжело пройти? Ну, я вот это, я про это говорю, что здесь инновационного ничего нет, просто путевая структура инновационная позволяет, ну да. Нет, логистика, почему? Чтобы в метро пересесть с одной ветки на другую, надо ему в метро в 3-е идти. В эскалах, какие-то переходы, да, полкали людей, я раз пробки пробовал, в лески я пробовал, там стоишь зажатый, не знал, куда денешься, да. А здесь, приехал, вышел, сколько там 10 человек, и 10 человек пересел на другую, и ехали по другой трассе. Что-то сложно, ну да. Обычно эти вопросы дают те, кто вообще не понимает этот транспорт, вообще не понимает экологически, вообще не понимает, какие проблемы существуют в транспорте, как их надо решать и так далее. И это, по самом деле, на самом деле, ну, то, что мы вот рассказываем, это, наверное, популярные вещи, это то, что делал Перельман когда-то, когда, как бы, рассказывал о ракетах, в том числе и от Солковскому, да. То есть я еще выполняю функции, вот, популяризатора, хотя это, как бы, не мои функции, на самом деле. Этим должны заниматься другие. Королев не рассказывал о ракетах, он был вообще закрыт, и никто не знал вообще, кто там эти ракеты делает, да. А о ракетах рассказывают другие, журналисты и так далее. Но поскольку у нас Крайон Вестинг, то надо знать вообще-то, кто это проектирует и делает, надо знать его в лицо, и надо понимать, не было адекватно. Денис, ты не лезь в бетон, ты чего? Так, Денис... Оставь туфлю там, чей туфля? Моя туфля? Денис, распишись там, здесь был Денис. Да, Денис Юницкий. Фотографирую, да, залез в бетон и чуть не застрял. Да. Я помню, как это, ну, наш дом в Гомеле был недалеко от садика, там не надо было дорогу переходить, он уже в старшей группе, в садике, ходил пешком в садик сам, потому что мы работали, жена. И однажды он пошел в садик, и через несколько минут слышу рел под дверью, открываю, Стоит Денис, босиком, в грязи, и один сапог, полный грязи, держит вот так. Короче, он решил, как и сейчас, пойти на пленит, залез в лужу, и сапожки остались там. И он один вытащил, и взял, и не взял. Да, вот видите, тут как раз очередной грузовик с бетоном. Вот. Да, грузовик новый, это, видите, новый, это, наверное, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Да. Вот. Ну, Анатолиаш, видите, осваиваем мы новую профессию, осваиваем новую. Ну, то сейчас посмотрим статистику, как это все будет. Вот. Я тоже с вами. Да, так что, Анатолиаш, видите. Хотя мне это, честное говоря, не очень нравится. Ну, что делать? Такие, понимаете, для того, чтобы работать, делать краудинвестинг, надо доводить информацию, надо показывать, надо постоянно быть на виду, поэтому, Анатолиаш, инвесторы хотят. Инновации любят тишину, вот они с тем правят. Ну. Так и деньги. Так, вот еще один приехал, видите, так сказать. Вот представьте, что банки пришли, миллиард ему в банк, он взял мешок прозрачный, насыпал и ходит по улице, он и говорит, видите, у меня миллиард, видите, у меня миллиард. Как вы думаете, он долго будет ходить? Так мы это же делаем. Ничего смешного в этом нет. Да, 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 да. Здаруйте у нас. Японцы, японцы, французы, китайцы, американцы, вот мы так делаем. Украдут, и могут опередить. Поэтому вам интересно, конечно, но не всегда это невопытство, надо удовлетворять. И не в большом объеме, так сказать. Да, да. Поэтому мы тоже, как бы, не все показываем. Вот, все равно мы слишком много показываем, и слишком много говорим. И я, в том числе. Это, я считаю, неспективно. Ну, Антон, к сожалению, пока такие правила игры, и мы вынуждены, так сказать. И поэтому мы всегда говорим, как только придут инвесторы, и будет другой принцип финансирования, информация будет идти совсем в другой объем. Да, информация будет закрыть. Да, то есть это тоже, друзья, сегодня вот такая роскошь, все это видеть в прямом эфире, вот так вот все это смотреть. Потому что это мы как раз с одной стороны и отчет перед инвесторами о том, что делается, как делается, и за чей счет это делается. Как говорила бабушка Сергея Анатольевича, дай бог, нам дожить до этих пор. Да, ну, так дальше. Обязательно доживем. Если мы дожили уже до этих пор, то доживем и до... Доживем до этого. Ну что, все, тогда грузимся? Паду, счастливо, спасибо. Да, ну все, друзья, давайте тогда на сегодня, наверное, я думаю, что был очень такой насыщенный день, вот, то есть и с офиса, вот, то есть мы специально, Алексей попросил меня, Садоев, я попросил Анатолю Эдуардовича, мы не просто так, друзья, записали все эти репортажи, потому что они все остаются в банке, в хранилище, в наших чатах, вот, их всегда можно посмотреть, поэтому мы будем давать ссылки, то есть когда говорят, а есть ли офис, есть ли все. Все, друзья, мы сейчас сегодня все показали, и есть офис, и есть завод, и есть полигон, и все строится, все делается, и комментарии Юницкого, и по технологии, это, друзья, как раз день сегодня, который показывает вот именно такую работу, и мы подключили вот сейчас еще перископсы, это в прямом эфире, вот, чтобы тоже это показать, что это все не съемки, не показной, нет, а это все именно рабочие моменты, то есть мы, сегодня приехали еще наши коллеги, вот, с утра мы еще встречались там с одними инвесторами, но пока не нашли никаких общих языков, потому что требования у них сразу, изначально были настолько, тут жара, просто, друзья, вы не представляете, как, самые требования были такие, настолько неприемлемые, что Анатолий Владимирович сказал, что пока мы переговоры с такого рода инвесторами вести не будем, так что пока у нас, хотя это вот по поводу у Алжица, который я вчера анонсировал, который придет, но пока это не наши партнеры, не наши клиенты, мы пока с такого рода подходами людей, это самое, взаимодействовать не будем. У нас есть достойные партнеры, есть действительно очень серьезные инвесторы, с которыми ведем, но это все работа, друзья, вы видите, еще один миксер подъехал, так сказать, это, видите, тут работа идет, просто исходя из логики, вот, то есть, так что, друзья, цель и задачи, которые сегодня мы ставили, это оставить информацию, чтобы ей можно было пользоваться, на нее можно было ссылаться, вот, ну и дальше, смотрите, мы еще дадим, завтра я дам анонсы, анонсы вебинаров, вот, где будем тоже освещать, комментировать работу, и теперь мы еще и все вебинары будем, не-не-не, я поеду на микроавтобусе, ага, не лягусь. Ты все, все уже, так сказать, Виктор, ты... Да, я просто комментарий, там-то я не мог комментировать, потому что снимал, как бы делал то, что, то, что Анатолий Дукович говорил, это важно было в прямую показать, вот, а сейчас уже вот мы все сели, поехали, вот, то есть, видите, вот мы выехали с нашей... Вот оно было, вот это вот ограждение, да? Да, я снял, да, я его снял сюда, показал. Вот, так что это... Ну все, друзья, давайте теперь дальше уже будем в рабочем режиме, завтра я с утра дам анонс по нашим вебинарам, ну, то есть, у нас обязательно вебинары завтра будет в 12 и в 13 часов в дневное время для Сибири и Дальнего Востока, ну, и для тех, кто смотрит дневные вебинары. В 19 и в 20 вечером первый вебинар у нас идет в 12 часов, это для новичков, где мы рассказываем вообще, что такое Skyway, где мы показываем основные элементы, технологии, ее преимущества, принцип развития компании, а уже проширенный, который идет в 13 часов, это в основном для тех, кто уже хочет больше получить информацию и быть в курсе последних событий Skyway. Точно такая же логика в 19 часов, это для новичков, и в 20 часов расширены. Ведем мы их вдвоем с Алексеем Суходоевым, молодой, талантливый парень из Челябинска, вот, я очень рад, что мы вместе ведем. Иногда к нам сейчас подсоединяется на вебинарах еще один Виктор Бабурин, еще один молодой, талантливый, который, да, так сказать, я думаю, что мы завтра тоже его попросим прокомментировать, если я буду из офиса вести Skyway в Минске вебинар, то попросим, может быть, даже обещать не буду, но может быть, даже и Анатолий Дуарович, чтобы он тоже какие-то вещи прокомментировал, используя все-таки возможность, чтобы... Виктор говорит, что я думаю, что многие вещи, тем более, что очень многие понятия, которые он просит меня освещать на вебинарах, это тоже очень важно. Я, Виктор, почему делаю комментарии сейчас? Потому что много новичков, они не знают, о чем. Я просто делаю анонс на... Да, поэтому, друзья, кто первый раз пришел, приходите на вебинары, смотрите, вы получите очень много информации. Единственное, в чем я могу... Так, а когда будет в прямом эфире? Друзья, те, кто в Перископе и кто подсоединился через Перископ, вы все вебинары будете видеть в Перископе. Я параллельно буду вести и в нашей веб-комнате, это у нас идет Мерополис, вот ссылки есть, кто зарегистрировался. А для остальных мы будем вести также в Перископе, вы также увидите эти вебинары, то есть мы будем вести параллельную трансляцию и в Мерополисе, и в Перископе. То есть Перископ, это теперь наша будет такая вторая параллельная система. Вот, поэтому еще что могу сказать, что в профиле вы можете зайти на ресурс и зарегистрироваться в кабинете в личном, чтобы получать уже всю информацию, рассылки. Дальше вы можете получить подарочные акции, которые у нас идут сегодня как от компании для тех, кто только зарегистрировался. Но это, друзья, как раз уже вся работа для вебинаров, это приглашаю всех в дальнейшей работе, к дальнейшему сотрудничеству. Так что, друзья, до новой встречи, уже никуда не едем. Смотрите этот репортаж сначала в записи, то есть можно прямо сейчас в Перископ зайти, он будет в записи. Вот, и смотрите, чем и как мы здесь занимаемся. Соответственно, как у нас сегодня традиционно говорить, строй Skyway, спасай планету. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok